так мы сообщим вашим подписчикам что вы вышли в прямой эфир привет друзья елизавета привет отправляем не сообщение c попробуем на моем аккаунте всем привет друзья эту подключим не проси кидать ссылки окей слишком жарко становится данный эфире телефон у девушки привет попробуем попробуем есть предположение у народа что вылетает эфир потому что начинают приглашать друзей хотя это какая-то глупость обычно так все крупные блогеры делают они просят пригласить одного человека и начинается жаришка то есть удваивается количество просмотров но ничего страшного тогда не будем никого приглашать то есть кто зайдет тот зайдет так ну что давай попробуем да остановились на на том что я рассказывал про про вообще скажем так это не выгодно добавить по поводу финансовое счастье а вот если говорить например про фарму я просто занимаюсь инвестицией мне интересен рынок акций и я как раз недавно слушала что акции аптеки 36 и 6 выросли за этот год ну просто нереально ну потому что я понимаю вся эта история я конечно проинвестирую в эти акции потому что я прекрасно это понимаю но это как бы ну это система да это стопроцентно с точки зрения выгодно чтобы люди болели это просто факт у меня знаешь сколько в городе саранск чтобы ты понимал небольшой город то есть его можно грубо говоря чуть ли не на велосипеде объехать полностью у меня аптека через аптеку на каждом углу просто повсюду аптек столько что даже не представляю это сколько должно быть больных людей чтобы эти аптеки могли и персоналу зарплату платить и место свое отбивать и вообще все то есть больных людей стало больше это просто факт поэтому в наших реалиях не искать альтернативную информацию на здоровье но это странно выглядит то есть странные не те кто например не ест мясо по стране и те кто едят мясо болеют и не хотят вообще по-другому посмотреть на вопрос вот так вот я рассказывал про про андрея счастья сейчас опять вылезет так рассказывал что его неудачный опыт данный я не знаю почему он слетел то ли психологии то ли еще что-то его неудачный опыт он везде описывается типа а вы что не слышали про андрея счастье и на каждом вообще форме пугают этим андреем счастья я не знаю когда человек начинал то все это дело он наверное хотел олицетворять собой растительное питание чтобы люди анализировали не анализировали а грубо говоря когда что-то когда заходит речь о растительном питании чтобы они говорили вот андрея счастье а получилось наоборот получилось дико подосрал всей системе и теперь на любом форуме андрей счастье андрей счастье были слетел один мужик ну да медийный ну и чё чего все испугались так что ребятки не волноваться поэтому я к чему а про сахар ты спросила так вот я само собой читал все эти формы про андрея и так далее все пугали все там что-то как сахар сахар ко 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 но по итогу я решил попробовать и оказалось что это другой сахар прекрасно а люди которые находятся на растительном питании они стройнеют наоборот стране я вообще не считаю калорий я могу есть сколько угодно фруктов абсолютно сколько угодно у меня полный карт-бланш я могу есть в любое время дня и ночи и я буду в порядке то есть раньше на ппшке такого не было то есть я чувствовал что где-то а нарушил какую-то границу начинаешь жиреть тело просто уже не справлялась с токсинами на фруктоедение на питание растительной пищи мне не нужно следить вообще за калорийностью я просто кайфу живу спокойно мне не нужно не готовить вообще ничего не нужно то есть это такое удовольствие насколько свободно времени появилось который опять же могу инвестировать в обучение и в то чтобы поделиться с людьми этой информации вот поэтому насчет сахара это все просто байки байки вот так скажи пожалуйста как долго тоже на этом рационе и и результаты еще может быть видишь по может какие-то еще болячки были может быть простуды насморка с чем-то таким сталкивался да посмотри я например то каждый день вкладываю отчет в stories какой у меня день и чего откуда такая информация точная очень просто я веду дневник питания дневник питания я ко всему подхожу очень основательно изучаю информацию и анализирую все что я делаю то есть у меня не может такого быть что вот там перестал например что-то делать просто так нет я перестал есть мясо потому то потому что то то и то то и начал есть фрукты потому что тот и тот а я все анализирую записываю вплоть до того сколько я сплю как я себя чувствую на тренировках какой вес вообще все уровень энергии я все записываю подробно поэтому я веду дневник питания и у меня сегодня 502 день питание только фруктами только фруктами и 502 день и 389 день я не пью воду не пью воду подожди в году 365 дней то есть и год уже есть уже практически полтора года полтора года знаешь я хочу ответить на вопрос много повалилось вопросов по поводу химии типа в мясе и химии в фруктах я от себя скажу хоть я сейчас не на фруктоедии но я почему эту позицию поддерживаю химия во фрукте и химия в мясе это разные вещи то есть я вообще почему да уходила от этого потому что я вообще за энзимность то есть либо продукты и живые энзимы да либо их там просто нет и если например наш организм набирает температуру так скажем больше 40 градусов он что делает ну как бы откидывает все клетки сгорают грубо говоря а здесь та же самая история то есть если мы обрабатываем в принципе пищу больше чем на 40 на 40 градусов а мы обрабатываем ее на 90 120 разрушается энзимы проводил же так его академик уголев да по моему опыт на лягушках когда он селя на кислоту клау сырую лягушку клау вареную лягушку растворялась вареная ну как бы вот просто таким куском слизи болталась на селяной кислоте поэтому химия вокруг так она будет элементарно даже с энзимами если она есть понятно что мы не фрукты же из пятерочки правильно едим на базу на рынке и так далее то конечно это будет быстрее пропускаться через организм чем химия которой знаешь я вообще не понимаю с честно нафига колется гормонами роста уже курицу и уже гормонами роста коля если человек не ест он по факту так гормоны роста ест наверно по сути по сути да по сути абсолютно все люди это просто факт это прям факт точка абсолютно все люди на стероидах они абсолютно все на стероидах то есть видишь какую-то бабульку бедную несчастную которая идет сгорбившись по улице там не жалуется на жизнь там у нее все отваливается она получила свою мизерную пенсию и несет эту половину этой пенсии сразу же в аптеку представь какая система просто система рабская она относит эту свою грубо говоря пенсию в аптеку идет обратно и даже эта бабка даже эта бабулька маленькая там сгорбившийся больной даже она блин на стероидах понимаете а уже что говорить про человека как про парня какого-нибудь который пытается накачаться и пихает себя просто эту курятину обколотую а цыпленок чтобы понимали ребят за две недели достигает размеров взрослой курицы за две недели вы представляете что это такое когда они встают на ноги вот эти гигантские бройлеры они часто свои ноги ломают под весом потому что их тело еще не готово к такой массе просто чтобы понимали что мы что мы едим что мы ели и что я вот раньше сам ел да когда был на мясоедении поэтому нафиг надо это просто ужас это точно слушай а еще был вопрос сейчас я тебе скажу ты видишь да вопрос так вопросики да мне тут присоединились люди могут быть только если они употребляются вместе с жирами согласны тоже есть такой момент что ты еще хотела тебе задать а вот так через 10 лет мы посмотрим на твой опыт в любом случае ага конечно так слушай раздавайте знаешь причем я хотела бы такую тему затронуть смотри в любом случае везде есть психология и даже если слушать истории каких-то таком сыроедов которые сыроедили тоже мою историю я тебе скажу больше это психология это просто привязка это просто социум в котором мы живем это не то что там прям тело у тех сидит и просит пиццу нет конечно где-то больше на психологии все слетают от психологии с чего ты порекомендуешь вот человек вот вчера швачок под коньячок завтра же он фруклетом не будет с чего его начать вообще то есть детокс программа антипаразитарка какие бы ты порекомендовал что мне на головы тут нужно разбирать каждого человека индивидуально но это если идеально конечно поэтому лично я провожу в таких случаях консультации то есть мне рассказывает человек где он живет один он живет не один сколько ему лет папа мама зают дети супруга кто на каком питании есть давление нет давления если возможность не знаю свободно питаться самостоятельно или нужно готовить кому-то пищу то есть тут очень много нюансов поэтому я в таких случаях разбираю человека индивидуально но если вкратце если вкратце то нужно понимать что мы все уже рождаемся и попадаем в определенную информационную матрицу в которой есть скажем так какие-то уже общепринятые традиции как минимум например например пить молоко понятное дело что над этим еще огромное количество компаний крупных старается то есть заказывает заказывает исследования и так далее но например почему человек не думает таким образом все животные в мире пьют только то молоко только молоко своего вида то есть крысы крысиная там не знаю это не за этом кошки кошачьи в идеале в идеале про кошек ты заметила кстати что да любой заметил что домашние кошки болеют человеческими болезнями и вообще всем на свете у диких животных нет этих болезней а почему потому что мы кормим их едой например а тем же молоком кормить едой человеческой вот это тем же молоком вареной едой обработаны термически ни одно живое существо в мире изначально не должно питаться термически обработанной пищей это как минимум поэтому наши кошки наши собаки домашние болеют всем на свете и это тоже офигенный бизнес но с точки зрения виде берите ветеринарии конечно то есть это огромные деньги попробуй вызвать ветеринара и попробуй чтобы ему и просто посмотри сколько даже стоит осмотреть твою кошку элементарно это уже нужно столько кэш отстегнуть а если еще укол сделать какой-то укол там или какую-то не знаю купить какие-то таблетки капли это еще то есть это прям нормально может выйти по деньгам поэтому это огромный бизнес так видим ветеринария вот так артем брат полный газ заурчик приветствую друг этого это мои друзья борцы с кем мы тренировались годы просто годы жизни очень много связывать почему ты не ешь зелень кстати вы знаешь ты сейчас поделишься своим мнением я конечно тут мы немножечко наверное другого взгляда я зелень ем и скажу больше я практикую зеленые коктейли это очень круто особенно начальных этапах даже если может чё-то реально будет запрос перейти на фрукты и дни я когда раньше делала детокс программу я сильно рекомендовала через фрукты и дни потому что овощи они очень круто естественно прочищают кишечник от всей той зашваковки мощной которая как бы была изначально вообще за все эти годы сделана и зелень тоже очень классно как очиститель и я по утрам более чем даже практикую зеленые соки практикую зеленые смузи там знаешь без жесткого микси по типу зелень фигурец например вот в таком формате вот и на самом деле очень просто чистить и кто-то ему по белку прикалывается шпината можно даже норм будет расскажи как зелень относится и если ешь не ешь так очень просто да ты правильно сказала ключевая фраза была это когда ты сказал на начальном этапе то есть реально на начальном этапе это отлично я от зелени так отказался то есть я начал питаться фруктами и тогда еще дневник питания не начинал вести потому что я вообще не понимал буду ли это делать или нет а я начал считать считать фруктовые дни именно с того дня когда у меня чисто плоды остались поэтому в начале у меня первый наверное первые несколько недель была зелень в рационе эти дни я не засчитываю в свой опыт хотя если больше получается уже я на фруктах вот и я питаюсь получается фруктами рецепторы очищаются и мне зелень начала но становиться просто неприятный потому что она или элементарно в своем естественном виде она человека не привлекает то есть например лежит персик и лежит вот этот лист листик травы ну что человек на что у тебя будет выделяться слюна плюс любой фрукт абсолютно можно есть как сказать отдельно от всей остальной еды например ты можешь есть яблоко можешь есть персик а можешь есть только яблоко или только персик например только листья салата ну просто взять и попробуй поесть только листья салата или попробуй например просто сельдерей пожевать но это неестественно это не это не вызывает у нас интереса это даже на образование не вызывает и на определенном этапе когда мои рецепторы почистились вот эти вот зеленые приемы пищи когда у меня зелень когда у меня овощи по плану в приёме пищи, они вызывали у меня прям мурашки. То есть я прям сажусь, я прям настраиваюсь такой, так, надо съесть вот эти овощи, потому что там кто-то сказал в книжке. А я жду своих фруктовых приёмов пищи. Например, я люблю питаться фруктами, но, например, один раз в день оставлял зелень, потому что так сказали. Потому что я ещё себя не изучил и ещё себе не доверял. Поэтому я прям сажусь, прям сжимаю кулаки, так, всё, поехали. Надо сейчас эти листья салата, короче, в себя закинуть, просто переживать их. Короче, это мерзко. Меня прям мурашками пробивало. И потом я понял, что зелень есть необязательно. Это неудобоваримая пища. Там грубая клетчатка. Она неприятна ни нашему языку, ни нашим рецепторам, ни нашему вообще организму, ни нашему кишечнику. Поэтому я от этого отказался, остался только на плодах. Это был просто день освобождения. Это настоящий кайф, и я очень этому рад. Поэтому в начальном этапе, когда человек только переходит и хочет делать всё это медленно, он может оставлять зелень. Но в перспективе, в перспективе это просто невозможно. Если твоё питание чистое, если питаешься плодами, рано или поздно зелень отвалится, потому что она отвратительная просто. Это просто какая-то либо кислая, либо горькая бурда. И если ты это всё не замешиваешь в блендере, то ты это даже съесть не сможешь. Ну, просто попробуй посидеть и пожевать сельдерей, или листья салата. А когда всё это в зубах остаётся, то есть от фруктов такого нет. И поэтому у меня очень просто отвалилась зелень. Я счастлив, я благодарен, что я до этого дошёл. Слушай, я тебя поняла. Тоже очень интересная точка зрения, если я так говорю. Но это круто. Если тебе так, ну, отвлекается, это самое главное. Так, что ещё я хотела у тебя спросить? Знаешь, я бы, наверное, себя просто порекомендовала, если люди, да, ну, то есть только планируют переходить. То есть у меня, знаешь, как было, как сказать, типа просто сидеть, например, неделю на фруктах, и потом там раз в неделю устраивать чит милы, тех херово станет. Ну, то есть, на мой взгляд, всё-таки лучше, например, сначала до 50% в порционах вести там растительные пищи, да, там оставить 50. Ну, так, короче, процент уменьшать. 70%, 80%. Ну, потом, то есть, главное переходить, потому что если, я не знаю, может, как у тебя было, но у меня по опыту все-то переходили, их потом сильно сорвало, если резко переходили. Вот так. У меня народ не срывается, потому что я сразу им объясняю, что есть разные уровни, в том числе и осознанности и желания вообще быть долго и счастлива, грубо говоря. Есть очень заряженные ребята у меня, которые переходят так же, как я сразу, и вообще не срываются. То есть фишка моя в чём? Откуда такая уверенность? Откуда такая уверенность? Почему я говорю, и люди слушают и верят? Они просто чувствуют эту уверенность. Потому что у меня не было ни одного срыва. То есть как только я начал питаться фруктами, я питался только фруктами. Дело, конечно, противопознанности и вообще в том плане, что я каждый день проводил анализ над своим состоянием. Я проверял, что происходит. Мне становилось всё лучше и лучше. А я из тех людей, кто, если что-то работает, он делает именно то, что работает. А всё, что не работает, отметает. Например, я понял на определённом этапе, что, грубо говоря, зелень или орехи это просто жесть для нашего организма. Я убрал это сразу. Если что-то не работает, оно сразу же отваливается. Знаешь, как я всё время отказался от сладостей? Я чередовал белково-углеводную диету, то есть, ой, углеводное чередование, белково-углеводное чередование. То есть когда-то у тебя то мало углеводов, то много углеводов и так далее. И это, получается, система, которая к нам пришла вообще из профессионального бодибилдинга. То есть её используют люди, которые находятся на фарме, у которых обмен веществ раскручен невероятно. Грубо говоря, их организмы это двигатели, которые работают на повышенных оборотах постоянно. Это даёт по собой свой негативный результат через пару лет. Это просто инвалиды. Изношенные тела, проблемы с потенцией, проблемы вообще со всем. И они остаются постоянно в гормоноподдерживающей терапии. Она, по-моему, так и называется. То ли ГЗТ, что-то такое, короче. И суть в чём? Я, получается, ел то мало углеводов, то в выходные я, типа, мог сделать один-два дня, когда я мог есть любые углеводы. Так просто говорить. Торты, вообще всё, что хочешь. Любые сладости, какие хочешь. То есть такая розовая мечта. Я думал, о, как классно, надо попробовать. Тем более крупные блогеры про это рассказывали. Я попробовал. Получается как? Ты неделю мучаешься, у тебя прям мало углеводов, мало-мало-мало-мало. И потом ты просто обжираешься, и тебе плохо. И я понял, что это нерабочая система, нерабочая система. А потом я начал задумываться, а что такое вообще вот эти сладости все, вот эти все тортики, пирожные, из чего они стоят, что такое сахар, который мы употребляем. И просто понял, осознал, что это, ну, это то, что нас убивает. Это портит зубы, это забивает артерии, это нас разрушает. Я подумал, если толково-углеводное чередование полная хрень, то почему я вообще должен есть сладкое? Какой в этом смысл? Следующий ответ это воздействие на мозг. То есть сладости, они очень сильно вызывают привыкание. Это в каком-то смысле разрешенный наркотик. То есть как и героин, грубо говоря. Это такое же неорганическое вещество, получается это неорганическое кристаллическое вещество, которое вызывает в нашем мозге, определенные реакции, разрушает наше тело, но медленно, не так быстро, например, как героин или кокаин. Поэтому я не нашел ни одного плюса употребления сладостей. И убрал из своей жизни просто вот так, просто бам, и все. И я их не ем. То есть уже прошло много лет, я не съел ни одной конфетки, и меня не тянет. Люди удивляются, но в плане пищевой наркомании у меня полный порядок, я абсолютно свободен. Абсолютно свободен. Поэтому я знаю, как других людей к этому привести. И у меня не было ни срывов, ничего. Каждый день, каждый день просто праздник, ребят, просто праздник. Слушай, расскажи, пожалуйста, в каком формате ты проводишь какие-то марафоны, либо ты проводишь личное консультирование. То есть как ты помогаешь? Да, у меня в шапке профиль, то есть, ребят, кому интересно, можете приходить в шапке профиль, есть ссылка на мой сайт, там описываются все мои услуги, также вся информация про мои курсы. Но если вкратце, то я тренирую, у меня есть свой зал, я тренирую персонально в зале, я тренирую онлайн, как индивидуально, так и групповые занятия провожу, то есть в любом формате. А также занимаюсь онлайн-ведением подопечных. У меня есть курсы, обучающие по, так, для всего тела полностью, и для проработки чистой области живота. То есть убрать живот, там, накачать пресс и так далее. Это то, что надо. Да, поэтому у меня есть два курса, для всего тела и отдельно для пресса, также я провожу занятия индивидуально. И консультации. Консультации я провожу как по вопросам питания, так и по вопросам тренировок. И в том числе составляю программы питания и тренировок под любой абсолютно тип. То есть если человеку нужно на традиционном питании высчитать калории, составить план питания, не проблема. Если нужна информация по фруктоедению, сыроедению и так далее, то есть тоже не проблема. Я перепробовал абсолютно все типы диет, поэтому знаю все спинные и слабые стороны владею информацией, причем на личном опыте, потому что в каждом из вопросов я являюсь практиком. Вот, это я коротко. Супер, я тебя поняла. Знаешь, у меня, наверное, такие основные вопросы, которые я хотела запробовать закончились. Мы что-то еще хотели ответить? Да, так, ну слушай, может быть, ребята позадают вопросы, только на полную совсем уж дичь не будем отвечать. Долгий эфир делать не хочется, потому что вряд ли кто-то будет смотреть долгий эфир. Давай сейчас поотвечаем на какие-нибудь вопросики немножко, там, может, минут 5-10 и разбегаемся. Ребят, у кого есть какие-то вопросы? Кто-то что-то может хотел узнать. Сколько лет Артему? Илона спрашивает. Как ты думаешь, дорогая, сколько мне лет? Интересно. Напиши, напишите ваши версии, ребятки. Слушай, мои версии лет, наверное, 25-28. Так, отлично. Пока будем интригу выдерживать. Сейчас посмотрим, кто что. Угадайте по поводу возраста. Пускай пока думают тогда. Так, кислоты во фруктах, что думаешь? Думаю, что ничего страшного, потому что я проверил 18-25. Так, неплохо. 33. Ну, блин, это жестко. Так. 28. Неплохо, неплохо. 32. 27. Ну, в общем, мы поняли спектр. Грубо говоря, грубо говоря, всегда 16. В душе, да. В душе мне вообще 14. Мне 28, ребят. 28. И, знаешь, люди, которые видят меня, даже те же там продавцы на рынке, например, грубо говоря, полгода я не видел какого-то человека, потом прихожу там на рынок в какую-то точку. Он такой, Артем, приедет. И он так смотрит на меня, говорит, ты как будто помолодел. А я же никому не говорю, что я фрукты ем. И я такой так лично галочку поставил. То есть прогресс идет в хорошую сторону. Да-да-да. Вот. По поводу кислот во фруктах вообще никаких проблем у меня лично с кислотами во фруктах. Я ем фрукты, и все классно. Я ем кислые фрукты, я ем сладкие фрукты, я люблю любые фрукты, могу съесть сколько угодно апельсинов. Главное, чтобы фрукты были спелыми, потому что неспелые фрукты содержат в себе определенные вещества, которые вредят нашему здоровью. И это нормально. Почему? Потому что, если посмотреть на теорию питания плодами, то там суть какая? Суть в том цикле. Дерево, семечко, плод. Опять дерево, семечко, плод. Пидаешь яблоко, выбрасываешь семечку, вырастает дерево. То есть, когда ты ешь неспелый фрукт, ты, получается, таким образом не даешь семечке возможность дозреть. То есть, неспелый фрукт, и вот эти дубильные кислоты различные, они защищают семечку, пока она не готова к размножению. Поэтому, если ты ешь спелые фрукты, цитрусовые, да что хочешь, ничего с тобой страшного не произойдет. Я могу съесть сколько угодно апельсинов, мандаринов, и вообще просто пофигу. Ой, слушай, тут столько вопросов уже навалилось. Ты видишь, у меня комменты не прочитываются все до конца. Так, так, так. Сейчас посмотрим, где мы остановились. Возраст. Про микрофлору. Насколько быстро строится симбиотическая микрофлора? Это первый был вопрос. Так, первый вопрос про микрофлору. Ну, ребят, я думаю, все индивидуально. Например, симбиотическая микрофлора, она позволяет нашему организму вырабатывать необходимые вещества даже в условиях стресса, каких-то там кризисов, нехватки питания и так далее. Считается как раз-таки, что аппендикс содержит вот эту вот микрофлору резервную. Когда с тобой что-то случается, именно оттуда попадают эти полезные микроорганизмы, в кишечник твой и начинают размножаться. То есть многие просто считают, что аппендикс – это, знаешь, ошибка природы. Я думаю, что, грубо говоря, наш создатель, бог, что он не ошибся, что каждый орган в человеческом теле имеет свое обременение. Да, поэтому тот же аппендикс, например, элементарно. Поэтому с микрофлорой полный порядок. Она перестраивается у каждого по-своему, у каждого свой организм. Но фишка в том, что пока ты будешь питаться растительной, не растительной, а животной пищей, у тебя природа будет патогенная, микрофлора патогенная будет. А это значит паразиты, различные образования тебе грозят, закисление организма, различные грибки, раковые опухоли. Поэтому переходите, мои друзья, на растительное питание. Вот таким образом. Так, на монорежиме реально фрукты едешь без дефицитов. Слушай, я если была на фруктах, я только в монорежиме ела. Честно, не знаю. Ты мешаешь? Нет, я не мешала. То есть я старалась прям отдельно есть. Меня не тянет мешать абсолютно, потому что, знаешь как, на определенном этапе я как будто бы хотел по привычке съесть побольше разных фруктов. Но потом рецепторы очищаются, ты начинаешь более тонко чувствовать вкусы. И мне не хочется даже между собой даже два банана смешивать в пюрешку. Не то, чтобы разные фрукты. Я просто беру плод и ем его. И все. Так, гранатовый сок. Наверное, в принципе, вопрос по сокам. Бьешь ли ты соки? Соки. У меня была соковыжималка, недолгое время, непредложительное. Я ее выкинул, да? Я наигрался буквально месяц и продал ее. То есть прям купил и практически новую через месяц продал. Потому что я чувствовал, что когда я выпиваю сок, что-то... Сейчас объясню. Во-первых, как раз-таки, возможно, вот та же энергия, те же углеводы, даже растительные, они всасываются, возможно, слишком быстро. То есть все-таки есть клетчатка во фруктах, и она позволяет оптимальным образом усваиваться фруктам, плодам. Это же, опять же, люди, когда начинают сомневаться. Вот есть же там разные блогеры, которые топят чисто за соки. Получается, ты выкидываешь всю мякоть. Это же вкусно, это просто приятно есть. Зачем это выбрасывать? Как будто, типа, соки, это только самое полезное. Но я уверен, что эта клетчатка, что она позволяет нашей микрофлоре, в том числе, развиваться и так далее. Поэтому я наигрался с соками, почувствовал, что что-то вот как-то мне не хватает. Выпил сок и опять хочется есть. У меня самое классное исключение чисто от плодов. Вот так. Согласна с тобой в этом вопросе. Даже знаешь, я скажу так, если, например, у людей, особенно у кого-то есть уже проблемы с ЖКТ и так далее, то соки — это самая аккуратная штука, с которой прям надо быть очень аккуратным. Просто так не пригробят, как соки. Реально это есть такой момент. Соки — это слишком резкое попадание в организм питательных веществ. Это прям вспышка такая, бам. Твой желудок, может быть, просто не готов. Да. Слушай, очень интересный вопрос задают. Так прикольно. Да. В теме питания вообще интересные люди. Там от очень осознанных, от очень осознанных, прям глубоких, которые, знаешь, задают вопросы и рассуждают вместе с тобой, до людей, которые просто сразу с негативом, с истерикой какой-то. Чего, не есть мясо? Сейчас я тебе тут напишу вот такое полотно. Мне писали разные девчонки, там какие-то женщины странные, больные. Заходишь там просто полпухлая бабка такая. Она тебе пишет про здоровье. Она пытается тебя научить. А что у вас вот с таким вот, например, витамином в крови? Я говорю, слушай, я себя чувствую классно. Я себя чувствую классно. Я жив, здоров и при этом не убиваю живых существ. Я не врежу планету абсолютно. Ты же веришь в то, что нужно есть там первое, курочку, яичко. И ты больная просто и старая. Ну что ты хочешь от меня? Почему ты не задаешь мне вопросы? А как? А что? Почему ты начинаешь меня отезжать? Да это нормально. Они уже, они любят меня. Они все мои фанатки, правда. Все вот эти бабки, которые писали, жесткие вещи, сейчас следят за мной, ставят мне улыбочки там в сторис, короче. Иногда нужно немножко дать, грубо говоря, не буду говорить это слово, но ты поняла. Да, да. Надо иногда дать люлей. Надо пинуть человека. Вот, например, смотри. Смотри. Я обожаю вообще этих людей. Смотри, например. Вот пишет мне паренек, сейчас я найду его. А почему щеки, типа? Почему щеки? Он, видимо, спрашивает про лишний вес и все остальное. Но у него на аватарке лысая голова. Мужик, где твои волосы? А где твои волосы? А почему у тебя нет волос? Понимаешь? То есть с ними так прикольно, с ними можно так играться, просто как котик с этим, с ниточкой. Реакция на хейтеров. Да. Мне написал, лысый мужик, лысый мужик, я спрашиваю тебя, где твои волосы, брат? Где твои волосы? Где ты их оставил? Почему тебе на вид, но по аватарке лет 35, где твои волосы, брат? Просто ответь на этот вопрос, пожалуйста. Мне интересно. Слушай, на самом деле, да, я бы тоже хотела, я обязательно порекомендую себя в сторис, чтобы ребята кому-то тема актуальна, перешли и прям, возможно, взяли у тебя консультацию, потому что я думаю, что у тебя есть опыт уже приличный, особенно у фрукта. Знаешь, я считаю, что это должно быть просто по запросу. Я прям тоже, конечно, порекомендую. Да, я тоже расслабился. Вначале думал, знаешь, у меня такая мечта просто была. Вылетела? Так, так, так. Вылетела Елизавета. Без нее не так весело. Это женская энергия прекрасная. Куда она пропала? Подождем. Может быть, у нее опять телефон переглялся? Жалко будет, потому что мне с ней понравилось общаться. Так вот, ребят, по поводу, по поводу того, что... Так, 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 так. А, Елизавета как раз-таки говорила про то, что питаться плодами, что это должно быть по выбору. Я согласен, потому что в свое время у меня была просто, знаете, у меня была такая мечта, друзья, я думаю, вся планета, она должна выглядеть как сад, райский сад. То есть везде будут деревья, те области, где, например, сейчас нет лесов, где нет вот этих плодовых деревьев, они должны быть засажены плодовыми деревьями. Люди тогда будут здоровыми, а проблема с питанием будет решена вообще во всем мире. Но потом я понял, и это шокировало меня больше всего, что оказывается не каждый человек далеко хочет быть здоровым, долго жить, ну и так далее. Кто-то готов променять свое здоровье на жареную картошку, и это просто нормально. Поэтому я расслабился и понял, что нужно поступать таким образом. Ты даешь людям информацию, показываешь личный пример, а потом человек уже сам самостоятельно принимает решение. И если ему интересно, если он хочет узнать что-то о здоровье, как-то альтернативно взглянуть на этот вопрос, возможно, какие-то свои болячки изменить, или даже просто попробовать и посмотреть, как тело отреагирует, тогда, пожалуйста, добро пожаловать. У меня есть на этот счет, на этот случай консультации, я могу составлять программу питания и так далее и тому подобное. То есть ответы есть. Есть запрос, есть предложение. Пожалуйста. Так. Жалко, Елизавета, конечно, вылетела. Интересная девчонка, да, ребят? Интересно мне с ней общаться очень было. Так. Давайте поотвечаю на ваши вопросы и потом завершим эфир. Надо будет почаще их проводить, потому что очень много вопросов, но я не могу слишком долго на них сегодня отвечать. Так. Где мы остановились? А гранатовый сок пьешь? Пью, конечно. Почему нет? Почему нет? К сокам я по факту отношусь нормально. То есть сок, он и есть сок, но только соки без мякоти, без этой клетчатки полезные для нашей микрофлоры, для нашего организма, для чувства насыщения этого недостаточно. Я питался соками, буквально месяц прошел, и я избавился от соковыжималки. Как относишься к плодожоркам типа Кутного? В смысле плодожоркам? Дмитрий Кутный. Прекрасно к нему отношусь. Мой друг. Очень его уважаю, потому что питание плодами, и он питается плодами, и я питаюсь плодами. Абсолютно нормально отношусь. Респект огромный. Так. Что есть, чтобы набрать мощную массу на веганстве? На веганстве. Слушай, напиши мне потом в директ, если хочешь, я тебе помогу, составлю тебе питание, и мы все обсудим. Потому что тут зависит от того, какая у тебя активность, какие у тебя тренировки, вообще, какие у тебя цели, какие у тебя физические ограничения, есть ли они, и так далее. То есть нужно разобрать тебе дружище, поэтому напиши мне в личку. Какие фрукты лучше всего выбирать? Идеальный вопрос. То есть спектр ответа здесь может быть самый широкий, я широко и отвечу. Спелые? Спелые. Кстати, да, Денис ответил, вот парень ответил, спелые. Все правильно. Какие очистительные проводил до фруктоедения или на фруктоедении по марве огонян, например? Нет, никакой фигни такое не проводил, я не делал никаких чисток, ни, грубо говоря, никаких клизм, никаких таблеток специальных не пропивал, просто плавненько, аккуратненько перешел на фруктики и радуюсь каждый день. Как насчет меда? Мед – это еда пчел, то есть они трудятся, думаете, что для человека? Нет. Пчелы трудятся для себя, для своего потомства. И когда человек засовывает свою лапу буквально в, грубо говоря, в пчелиные домики, то он делает плохо, делает плохо, поэтому болеет. Поэтому мед – это очень сильный раздражитель для организма человека. Он разрушает зубы и все остальное. От меда вам будет нехорошо. Что с сознанием? Открывается третий глаз. Я не знаю, что ты имеешь в виду, но если рассказывать про тревоги вообще, про самочувствие, про спокойствие, то мне стало намного лучше, чем было. Потому что, когда ты ешь мясо, у тебя постоянно происходят какие-то перепады, настроения, то у тебя много энергии, то у тебя мало энергии, то ты раздражен, то ты еще что-то. Сейчас я невероятно спокоен, просто как, я не знаю даже с чем сравним, как удав, как говорится, как удав. То есть может происходить самые разные дичь, мне могут писать в директ все что угодно, я просто сижу, улыбаюсь с этого. Так. Артем, как тебе, а, как тебе от запаха приготовленной еды? От запаха приготовленной еды, ну смотри, если это просто какая-то вареная каша, допустим, я прихожу кому-то домой и чувствую, что человек варит кашу, ну ничего особенного, просто вареная каша. А если, например, это вареное мясо, то уже не очень приятно. То есть я ощущаю все-таки эти запахи. Субтитры сделал DimaTorzok